Первый приём был тёплым. Пожилые женщины бросались Мишеко на шею, а он обещал золотые горы. Из Одессы правда можно сделать, абсолютное чудо мирового масштаба. После того, как Саакашвили получил из рук президента удостоверение губернатора, он в течение 30 секунд, собрав все силы, говорил на украинском языке. За всю можливость я буду жиротячный и всё сделаю, чтобы вы были такой же садоволны. Где-то год назад многие развесили уши и были счастливы от того, как много ему пообещал. Саакашвили, сказал президент, бросается на передовую борьбу с коррупцией. В один из самых жирных регионов, где она всегда цвела буйным цветом, ему придётся сразиться с самыми наглыми толстосумами Украины. Никаких олигархов на Украине больше не будет. Президент Украины Пётр Порошенко умолял участников этого заседания всё оставить в тайне. И не публиковать исторический диалог в интернете. В какой-то момент он просто закрыл лицо от стыда руками. Я докажу, что вы вор лично. Я докажу, что действительно ко мне у вас говорят коррупцию. После этого глава МВД метнул в одесского губернатора стакан с водой. Вода попала на министра иностранных дел Павла Клинкина. А потом Аваков обозвал Саакашвили гастролёром, брехлом и аферистом. Я не устал, но народ устал от меня. Надо народу отдохнуть, заявил Саакашвили в 2013 году, собирая вещи в президентской резиденции в Тбилиси. После свержения строна он отправился в Европу. А вскоре оказался на Украине, где заворачивались большие перемены. Революция, хаос, бешеная энергетика взбудораженного общества, атмосфера, в которой из Михаила Николозовича Саакашвили он превращается в неистового мешоко. На Украине Саакашвили всегда подавался не как уголовный преступник, а как выдающийся реформатор, который сделал из Грузии витлину, как крайне успешная личность. В феврале 2015-го он стал советником украинского президента. То, что Саакашвили в Грузии объявлен в розыск, на Украине называют кознями российских властей и не берут в расчет. Петр Порошенко вручил старому другу украинский паспорт и лично повез его потом представлять одесситом. На Украине будет порядок. И на Украине будет дисциплина. И такие задания ставлю новому назначенному главе Одесской областной администрации, великому другу Украины, которого я знаю больше 25 лет еще с университета. Дело в том, что при дележе Украины после Майдана Одесса досталась Коломойскому. Оставлять такой ключевой, стратегический, крупнейший территориально богатый регион, как Одесская область, за своим заклятым оппонентом у Порошенко никакого желания не было. Олигарх и бывший губернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский держал в Одессе на хозяйстве мультимиллионера и надежного партнера Игоря Палицу. Палица был губернатором Одесской области, и вместе они заколачивали миллионы, используя главное богатство города – огромный порт. Через эти морские ворота идет колоссальный товаропоток, и это колоссальные финансовые ресурсы. Порошенко решил сбросить на Одессу бомбу в виде Михаила Саакашвили. Друга Коломойского Палицу отправили в отставку. После первой пресс-конференции, данной Саакашвили в роли губернатора, на центральной площади города остались валяться галстуки. Одесситы напомнили новому хозяину области его странное поведение в 2008 году. Ну, одесситам только дай подшутить. Вообще, конечно, сейчас вспоминаю эту сцену, смешно. Почему галстук? Надо кушать. Я не понимаю. На следующий день Саакашвили пел по-украински с хором. И первым боем с одесскими богачами стал громкий спектакль на Одесском пляже, куда Саакашвили приехал сносить заборы миллиардера Василия Хмельницкого. Или вы сейчас открываетесь добровольно, или сейчас бульдозер, это злоба. Бульдозер тоже. Значит, отдавая пляжа народу, он сделал очень много популистских шагов, которые сначала приняли с аплодисментами. А дальше Саакашвили стал ежедневно показывать, что борется с коррупцией повсюду. Сначала атаковал сотрудников прокуратуры. Тут работает мафия какая-то, круговая порука. Те, куда входят прокуроры, милиционеры, судьи. Потом напал на авиаперевозчиков. Где это видано? Такие цены на билеты. Я от человека, который только что, только что продал свою госслужбу на олигархическому интересу, только что, и реально отказал одесситам летать в три раза дешевле, я не буду принимать обвинения, что я трепаюсь. Я не трепаюсь. Так продаются государственные интересы в Украине во всех ваших учреждениях. Вся Одесса дрожит, когда слышит шум кортежа нового губернатора, который может нагрянуть внезапно и сразу начать пугать тюрьмой. Это называется рейкет, дорогой мой. Это называется бандитизм рейкет. Вместо полиции он приезжает в порт расследовать дело о пропавшем контейнере с орехами и сразу ставит диагноз всей Украине. СБУшники, прокуроры, судьи, депутаты создают эту ореховую мафию, которая с каждого контейнера просит 20 тысяч долларов, 15 тысяч долларов, 12 тысяч долларов, в зависимости от сезона и от состояния орехов. За Саакашвили шлейфом в Украину, естественно, приехала вся его группировка. Она состоит не только из официальных лиц, которые занимали должности в его администрации в правительстве, но и из криминальных элементов, то есть воры в законе, бандиты и так далее. Главным милиционером Одессчины стал Георгий Лорд Кипанидзе, который привлек в свою команду сотрудников, подозревавшихся в уголовных преступлениях. Всех приветствуем. Я начальник главного управления милиции Георгий Лорд Кипанидзе. Еще один грузин, Александр Квитошвили, возглавил украинский Минздрав. Тайным советником стал Зурапа Дейшвили. Как и Саакашвили, он находится в розыске по громкому делу о страшных пытках в грузинских тюрьмах. Особо Саакашвили поднажал на генпрокуратуру. Туда внедрилось 30 его соотечественников. Екатерина Сгуладзе получила пост заместителя министра внутренних дел. В этой же должности она работала в Грузии. И в 2007-м вместе с Саакашвили давала приказы о разгоне в Тбилиси митинга людей, недовольных действиями правительства. Тогда в больницы попали полтысячи человек. Огромная часть людей, которых приволок сюда с собой Саакашвили, в Украину, это люди, которые у себя на родине совершили массу правонарушений. Которым нужно было, говоря простым языком, на тот момент смыться из страны. МИХАИЛ СААКАШВИЛИ Чтобы Михаил Саакашвили казался большим украинцем, чем армянин Аваков, он все время пытается говорить на украинском языке. На крупных официальных мероприятиях в его ухе микрофон, в который ему подсказывают слова на мове. Но без него он часто несет нечленораздельный бред. Пусть на стене себя не повешат. Пусть они ничего лучше не увидят в жизни, как в мире живут, что на комиссии. В первые же месяцы работы на Одессе Саакашвили показал, что больше всего на свете любят кричать на других людей в присутствии публики. Сколько бы вы накричали! Плевать я хотел на ваши коррумпированные интересы! Его любимая Саакашвили метод – собирать всех на общем собрании и орать чуть ли не благим матом, доводя людей до состояния белого коленя. Дебилы просто! Если критика, то без стеснений в выражениях. Если оппонент не Аваков, который врезать может, Саакашвили будет распаляться все больше и больше и перейдет в итоге на вопли. Я очень злой! Я просто, просто, просто был бешен! Когда он принимает таблетки, как бы он ничего держался, а когда он забывает таблетки принять, то как-то он ведет себя неадекватно. Такие фигуры, как одесский губернатор – богатый материал для исследования специалистов. То Саакашвили кричит и гневается. Проходит 10 минут, и он источает доброту. Потом снова заводится в неприличном психозе. И при этом говорит, что очень добрый. С катушек он слетел еще в 2003 году. Видите, с серовой шкурой, так-то на дереве сидите все еще. На дереве кто сидит и у кого? Пол России в лаптях ходит. Стремление постоянно быть в центре внимания, неважно, в результате чего ты это внимание получил, оно, в конечном счете, из него воспитало такого провокатора, человека, который, значит, постоянно совершает яркие поступки. В первые годы президентства в Грузии он старался держать лицо. Но чем больше сидел на троне, тем меньше думал о репутации и том, что люди начинают сомневаться в его психическом здоровье. Когда вижу какой-то там, какой-нибудь мелодрам, могу заплакать немножко. Так что я думаю, что, как бы, такой глупый имидж, что я чуть ли не там, там, железный, там, какой-то, то есть, кто как это называет, на самом деле, это совершенно неверно. Годами, уже когда он стал президентом, все то, что он как-то сдерживал, контролировал в себе, стало выплывать на поверхность. Психопатическая его сущность, основа, она стала доминировать. В окружении Саакашвили были люди, которые предупреждали, что имидж его все хуже и хуже, и дело кончится плохо. Но он их не слушал. Ну, вот представьте, вот вы консультируете с Саакашвилием. Говорите, Михаил Николаевич, вы знаете, вот такая ситуация, вот давайте не будем жевать галстук. Он скажет, конечно, не будем, вах, дорогая, все супер, конечно, не будем. Садится под камеру, будет это делать. Это неуправляемый, неконтролируемый человек. 2012 год. Встреча Саакашвили с католикосом, патриархом Грузии. Президент стоит с застывшим лицом, суетливо шарит по карманам, чем еле тащит ноги. Его сознание явно затуманено, и он не понимает, что происходит. Под действием кокаина, как все говорят, и алкоголя, в присутствии патриарха всех Грузии, восьмерки, выписывал. Наконец, рухнул кресло патриарха. Это все в прямом эфире. А самое жалкое зрелище Саакашвили представлял собой в 2008-м, после развязанной им пятидневной войны в Южной Осетии. Он возвращался домой в невменяемом состоянии, потому что весь день заглатывал компот, таблеток, алкоголя и наркотиков. Каждый вечер приезжал и выходил из машины в состоянии, что называется, рис. Вот, там кокаин, либо алкоголь, кто разберет. И две-три дамы при нем. И вот они уединялись. Как только Саакашвили занял пост одесского губернатора, глава наркополиции Украины Илья Кива опубликовал ролик, в котором Саакашвили перепевает знаменитую песню. Под кокаином, ва и ва... ОДЕССКАЯ ОБАСТЬ Одесской областью правит человек, который делает это в тайне от санитаром. Это не здоровый человек, и относиться к нему нужно, как к не здоровому человеку. Саакашвили уже год в поте лица работает в Одессе Однако его жена Сандра Руловс не торопится переезжать в уверенный ему регион Вместе с младшим сыном она по-прежнему остается в Грузии Старший учится в США Эта супружеская пара не раз давала поводы для разговоров о скором разводе И сегодня дистанционный брак похож на размолвку Я очень горжусь грузинами, что они вот этого кандидата выбрали Вот это был самый хороший кандидат из всех Сандра Галанка Саакашвили женился на ней во время учебы в Европе В Грузии ее очень любили Когда Саакашвили рвался к власти, то агитационные речи за мужа Она вела на чистом мегрельском языке И пела со слезами на глазах Тбилисо Грузины ее восприняли очень положительно И она на самом деле очень симпатичная женщина Жена Саакашвили всегда очень скромно выглядит Кажется, что почти не пользуется косметикой Улыбчиво, прекрасно воспитана Полный антипод своего шумного, беспардонного супруга Который всегда в эпицентре скандала Прелесть Сандры в том, что она простой человек И ничего лишнего в ней нет Я никогда не воспринимала ее голландкой, потому что я видела грузинку Но если на родине мужа Сандра много сил потратила на то, чтобы выучить грузинский язык То становиться украинкой и говорить на мове она явно не хочет Она приезжала на Одесский кинофестиваль Произвела фурор на красной дорожке И больше ее не видели Глава Одесской области объясняет эту разлуку заботой о сыне Наш принцип, чтобы он учил грузинский язык и не отрывался от Грузии Потому что он так много ездит У него и так все спутано Мы делаем все таким образом, чтобы не менять ему атмосферу Семью он привозил только в самом начале Когда нужно было закреплять свой имидж Пока все махали руками Создавалась красивая картинка Мессия в городе Сейчас начнутся реформы, перемены И отсутствие Сандры очень заметно Несмотря на скромную внешность Это достаточно тщеславная и сильная женщина Которая немало сил приложила к карьере мужа И всегда давала ему очень дельные советы И она делала все, все это для того, чтобы способствовать Чтобы Миша был президентом И в этом Сандра Руловс Очень похожа на Екатерину Чумаченко Которая тоже посадила супруга на трон И не смогла его на нем удержать Жена Ющенко была, в общем, фактически агентом ЦРУ И причем никто даже это не отрицает С Виктором Ющенко, как и с Порошенко Саакашвили подружился в 90-е годы, когда учился в Киеве И дальше они шли по жизни вместе Виктор Ющенко – крестный отец сына Саакашвили Николоза Во время грузино-осетинского конфликта Семья Саакашвили пряталась в Крыму В резиденции Ющенко А президент Украины втайне от правительства и парламента Помог своему другу оружием Тихо, по-семейному, по старой дружбе Были поставлены зенитно-ракетные комплексы БУК Плюс к этому были набраны экипажи из числа украинских граждан Которые эти БУКи обслуживали Именно этими украинскими БУКами были сбиты Все российские самолеты, которые потерпели катастрофу В ходе войны 2008 года Сегодня старые друзья на людях вместе не появляются Ющенко – политический труп И для громкого пиара Саакашвили совершенно бесполезен Былой теплоты в отношениях нет А в 2005-м они гордо стояли вместе в Страсбурге, во Дворце Европы И лидерам двухцветных революций громко рукоплескали Тогда западные журналисты писали, что эти молодые люди и активные политики Обеспечат в своих странах эффективные реформы и сделают их Европой Я очень счастлив, что сразу после того, как Ющенко избрали президентом Первая встреча у него была с президентом Грузии И у Кэтрин Клэр Чумаченко, и у Сандры Руловс блестящее образование Жена Саакашвили знает семь языков Преподавала в Колумбийском университете Жена Ющенко училась в двух лучших университетах США Их мужья взяли власть по одной и той же схеме Стали активными оппозиционерами и свергли старых правителей При активной финансовой поддержке США Только Майдан обошелся гораздо дороже, чем революция рос В 5 миллиардов долларов Нынешний пост в Одессе Саакашвили снова получил Благодаря высоким американским покровителям Схема остается той же, только ставки уже гораздо мельче Американские советники, американские хозяева Порекомендовали мягко Саакашвили Сначала на пост советников обкатать, посмотреть Как среагирует политическая элита Потому что у народа никто ничего не спрашивает Это из области, прошу прощения, people have it Это, конечно же, проект Госдепа США Позул Суша в Киеве Джеффри Пайт в первые дни правления нового губернатора Одесской области заявил В Одессе проходит линия фронта по борьбе с коррупцией на Украине Этот город – лаборатория для американской поддержки коренных антикоррупционных реформ И Саакашвили пообещал ему, что очень скоро в Одессе появится патрульная полиция Которая будет сильно отличаться от местных милиционеров-наркоторговцев Вот как мы его переворачиваем За плечой, за голову, на себя На выпускной экзамен Одесской полицейской академии Саакашвили явился в новой форме для курсантов Очень быстро объяснив суть грандиозной реформы полиции Он решил на деле показать ошарашенной публике Как спасают людей в чрезвычайной ситуации Пытается молодым втюхать эту идею Что смотрите, ребята, как круто Смотрите, какая хорошая форма Смотрите, как круто быть полицейским Он часто выглядит нелепо И на этот раз весьма неловок Подтягивает штаны Просто измучил подопытного пострадавшего Но это еще одна фирменная фишка Саакашвили Серьезным заявлением должно предшествовать шоу У нас в Грузии была такая же полиция, как в Украине То есть коррумпированная, неуважаемая Прямо скажем, ненавистная народа Грузинских гаишников называли таким словосочетанием Деньги давай, деньги давай И то, что произошло, в это до сих пор трудно поверить Коррупция была основой основ Укладом жизни в Грузии еще со сталинских времен И даже если человек не брал сам и не давал взяток Он должен был научиться это делать Чтобы ездить по грузинским дорогам На которых гаишники потрошили всех подряд До Саакашвили вы километра не могли проехать Чтобы вас не остановил какой-нибудь гаишник И не попросил под тем или иным предлогом у вас денег Первым делом Саакашвили уволил почти всех сотрудников Грузинской полиции И улицы опустили Что первое время происходило и в Одессе Движение регулировали только светофоры До энтузиасты безумного вида В Грузии были организованы целые подразделения провокаторов-взяточников Которые ездили по дорогам и создавали Выражаясь официальным языком Коррупционные ситуации То есть пытались сунуть гаишникам в карман И при этом даже за мелкую взятку Стали давать по 10-15 лет Но такая же революция в отдельно взятом украинском городе не получилась Молодые люди в красивой форме просто не знали, что делать на дорогах Выяснилось, что без старых специалистов нормально работать они не могут А спросить было не у кого Все уволены И взяточники, и честные Сделать одним махом так вот Взять и полицию выстроить под себя Это очень сложно И эксперимент провалился Это сказки про борьбу с коррупцией В Грузии В Грузии он убрал мелкое взяточничество На самом низком уровне А всю коррупцию поднял До небес Наверх Высшие эшелоны власти Я, честно говоря, его перестал уважать еще в тот момент Когда он приедет Шеверна К власти Саакашвили пришел 22 ноября 2003 года Когда он, Зураб Швания и Нино Бурджанадзе Тогда еще единая сплоченная команда Вошли в грузинский парламент с розами в руках На трибуне в ту минуту выступал действующий президент Эдуард Шевернадзе Мне было 6 лет, когда он стал президентом Бурджана Я со всю свою взрослую жизнь другого руководителя То есть он был, по-моему, секретарем Другого руководителя этой страны не знал И мы выросли А сейчас что он нам предлагает? Что мой сын вырос при руководстве Шевернации? Или, может быть, мой внук? Как будто кошмарный сон До 95-го года Саакашвили учился за границей Менял учебные заведения Предложение Зураба Жвании заняться политикой в родной Грузии Было неожиданным Но Саакашвили принял его сразу Пройдет 10 лет И Зураб Жвания погибнет при странных обстоятельствах Похожих на идеально спланированное убийство Одним из главных подозреваемых в этом Будет Михаил Саакашвили Расследование этой гибели до сих пор не завершено Но контекст, в котором он произошел Он косвенно указывает на то, что заинтересованным в такой гибели Мог быть президент Но в 95-м Жвания очарован молодым дарованием Помогает ему стать депутатом парламента Вместе они активно поддерживают Шевернадзе Саакашвили быстро делает карьеру В 2000-м становится министром юстиции Потом мэром Тбилиси Он полностью мог завладеть аудиторией За первые 2-3 минуты Это непроизойденный талант Найти ту фразу Ту точную фразу Которая тут же отзовется стократно В толпе Партия Национальное движение была радикальной и смелой И обещала нищему населению Что в стране настанет нормальная жизнь С улиц исчезнут вооруженные бандформирования А воры в законе, которые рулят Грузии Сядут в тюрьму Михаил Саакашвили казался бескорыстным человеком Готовым на все ради свободы и справедливости Радикализм тогда нравился народу И народ как раз тогда жаждал Такого типажа лидера Разрушителя, который бы разрушил то, что им не нравилось На первых своих выборах Саакашвили набрал 97% голосов Это был триумф, мировой рекорд Его с восторгом приняли Европа и Америка В Грузию потекли инвестиции Зачастили высокие гости, которые ясно давали понять Что это они выбрали стране правителя Это был первый из таких спонсированных Западом Государственных переворотов на постсоветском пространстве Раньше они спонсировали перевороты в Восточной Европе Работала целая группа и представителей Госдепартамента И американской власти, и вероятные какие-то специальные структуры Через 9 лет Саакашвили из Грузии изгнали Он, лихорадочно совершая преступления, цеплялся за власть Но ничего не вышло И это было бегство от раздраженного до предела народа И от суда и следствия Сегодня в отношении бывшего президента Грузии Возбуждено 11 уголовных дел И они возбуждены по разным причинам Это и превышение власти Это и, скажем, приказ, который ущемляет права человека Это и разбазаривание государственного имущества Он и его команда любили ездить за государственный счет в Лас-Вегас Ходить там в казино и разные увеселительные учреждения Развлекаться с женщинами, ходить в спа-салоны На веселые заграничные воежи со своей командой Саакашвили потратил 5 миллионов долларов Красивую жизнь, как правило, устраивал в Италии Любил там хорошие рестораны и шопинг Летит он в официальный визит Соединенных Штатов Но сначала он на футбольный матч приземляется А оттуда летит и говорит Ну-ка сейчас в Милане Посадите самолет, я часы должен закупить Стоимость часов, им тогда купленных в том магазине Многократно превышает его годовой официальный доход Саакашвили очень не хочет стареть И борется за красоту с помощью дорогих технологий Дает решительный бой морщинам Лицо у политика гладкое Даже при самых сложных испытаниях судьбы На ботокс он из бюджета службы охраны Колоссальную сумму хлопнул на свой собственный ботокс Одна беда Саакашвили никак не может похудеть И в жаркой Одессе, где не будешь ходить все время В скрадывающем живот темном костюме Эта проблема заметна всем Я вообще очень пережил, у меня проблемы всегда лишнего веса После его скандала с Аваковым Была опубликована видеозапись На которой человек, похожий на Саакашвили Встречается с одним из российских предпринимателей По мнению украинского МВД Это говорит о том, что Саакашвили Ради денег способен вступить в сговор с кем угодно И одесского губернатора больше обидело не обвинение в коррупции А то, что актера для ролика выбрали слишком толстого Я все же хочу, чтобы вы на меня посмотрели И посмотрели на это Это официальный документ Официальное, то, что опубликовало Министерство внутренних дел Украины Вы поняли сейчас, какими аферис, аферюгами Какими наперстническими мы, наперстником мы имеем дело В Одессе сегодня говорят Для того, чтобы сделать здесь карьеру Мужчины должны быть грузинами А женщины красавицами модельной внешности не старше 30 По старой традиции Саакашвили разбил на Черном море вокруг себя целый цветник Дав богатый материал для сплетен Он все время любит назначать девушек У него там и в правительстве в Грузии было, наверное, штук 10 девушек Там периодически менялись Пресс-секретарем областной полиции Одессины Стала 28-летняя Анна Пенчева У которой нет журналистского образования Зато есть участие в конкурсе красоты И в откровенных фотосессиях в стиле ню Пресс-секретарь все время рядом с телом И в Грузии эту роль играла Алана Гоглоева Которая чуть не разрушила официальный брак Саакашвили Красавица из Южной Осетии ждала от президента Грузии ребенка Об этом узнала Сандра И уехала в Голландию Поставив мужу условия Она не вернется Пока он не порвет с любовницей Саакашвили заставил Гоглоеву сделать аборт На седьмом месяце беременности Естественно он не старался это выставлять Но все равно все узнавали Какая девушка ему понравилась Он тут ставит на должность Благодарность За проявленную симпатию К себе ответную Нину Цкрилашвили он когда-то заметил в соцсетях Благодаря эффектному бюстгальтеру Сшитому из грузинского флага За это девушка получила в Грузии пост министра культуры Он ее увидел Тот же к себе подозвал И через неделю она министр Можете себе представить Мы можем Мы это все на себе перенесли За струйную фигуру Пост заместителя министра иностранных дел В Грузии получила Нино Каландадзе Еще один высокий пост в МИДе Заняла певица Сафо Нижарадзе А красавица Хатуне Калмахелидзе Стала главой Министерства по исполнению наказаний То есть начальницей грузинских тюрем Но всех переплюнула Вера Кабалия Министр экономики Грузии Она познакомилась с Саакашвили на Олимпиаде в Ванкувере И в интернете сразу появились фотографии На которых она вместе с сестрами и подругами Танцует зажигательный стриптиз В Канаде она работала в пекарне отца Экономического образования не имела Я представляю как бесились Те профессионалы, которые вынуждены были ей подчиняться И выполнять ее указания Будучи президентом Грузии Он заводил романы прямо на улице Ездил по курортам с толпами моделей Носил пластиковые часы На которых совыкуплялись кролики Позволял себе шутки Которые оскорбляли супругу Однажды его спросили Что нужно сделать, чтобы в Грузии Улучшилась демографическая ситуация И он ответил, что лично Сам денно и ночно работает на ее улучшение Имея в виду большую армию постоянных и случайных любовниц Жене Саакашвили приходилось держать лицо Делать вид, что она не знает сплетен И не обращает внимания на гастроли мужа Ее даже жалели Говорили, что такая умная, симпатичная, красивая А он ей направо-налево изменяет Но сегодня, похоже, сил на это у Сандры больше нет И в Одессу она не ездит Потому что не хочет быть в эпицентре грязных сплетен Девушек красивых на Украине много И у каждой есть шанс попасть в команду главы Одесской области Это один из способов пиара Саакашвили И все ахают, пускают слюни, рассчитывают Что теперь свежая молодая кровь будет прекрасно работать Ну или, по крайней мере, кто же девушку обидит Но, в общем-то, в Одессе могут и обидеть Летом 2015 года заместителем Саакашвили стала Юлия Марушевская 26 лет, 90-60-90 Роскошные волосы, голубые глаза Есть версии амурные, которые, ну, пусть это какая-то светская хроника расследует Какие там между кем взаимоотношения Вот Есть версия, что этот человек назначен по очень сложной квоте Связанным со львовским мэром Садовым Который, в свою очередь, связан, опять же, с господином Коломойским Красавица Марушевская училась в Стэнфорде Отлично говорит по-английски Она стала красивым лицом Майдана Объясняющим прогрессивному человечеству Что украинский народ очень хочет свободы О назначении Юлии на пост вице-губернатора Лично объявил президент Украины Пошутив, что это Юля Но не та, которую все знают много лет Боятся и очень не любят Юлю Ну не ту Юлю А Юлю Марушевскую Место для Юли было очищено в традиционном для современной Украины стиле В кабинет начальника Одесской таможни нагрянула банда Недовольных предпринимателей и прочей агрессивной общественности Присядь! Присядь, я сказал! Я говорю, что это за каменный рейс? Присядь по пассажу! Одесская таможня самая крупная на Украине Через нее проходят грузы на миллиарды долларов Прощание с теплым местом начальник запомнит навсегда Нового руководителя таможни Саакашвили представил как героя Который победит коррупцию и откровенный бандитизм Во-первых, она очень компетентная, умная Но во-вторых, там мы идем с целой группой В том числе лучших в мире специалистов в таможенном деле За Одесский порт Игорь Коломойский в свое время бился с другим олигархом Ренатом Ахметовым Жестко, с бойцами Беркута, штурмами, типичными рейдерскими схемами Коломойский после Майдана выжил Ахметов власть потерял Теперь Коломойскому надо сражаться с Саакашвили И Мишеко прет и прет Пришла новая метлавлица Саакашвили, вымела людей Коломойского Красавица Марушевская начинала бодро Но не рассчитала силы в борьбе с главой государственной фискальной службы И коррупционные процессы на Одесской таможне завертелись в былых масштабах Тут Саакашвили тоже сделать ничего не смог Реально мафия полностью хочет прибрать таможню И в том числе Одесскую таможню И не допустить, чтобы здесь что-то изменилось в Одессе к лучшему Он нарвался на менталитет украинцев и на менталитет одесситов И на вот эту уже запущенную криминальную, полукриминальную, полукоррупционную систему Которая там просто вжилась в систему Украины И ее так спокойно из нее вырезать невозможно И сейчас Саакашвили терпит поражение В преддверии 2 мая Саакашвили закатил очередную истерику Устроил серию провокаций, майдан То есть традиционный сценарий для того, чтобы заявить президенту Веди там нацгвардии 2 мая знаковый и страшный день для Одессы В 2014-м в Доме профсоюзов в этот день сгорели 48 человек Когда я приехал, это было страшно Я их видел, этих бендеровцев Все, что произошло, это было для того, чтобы ввести этих бендеровцев в Одессу Они вытаскивали сотрудников из горкомов, из полкомов Они избивали просто людей Я уж не говорю о журналистов, которым доставалось невероятно Прошло 2 года Следствие, по сути, остановилось Странно погибают те, кто слишком много знали И город с ужасом ждал годовщины пожара в Доме профсоюзов Это значит, что в Одессу приедут те, кого называют Ультрас Агрессивные нацисты, которые будут бросаться на участников траурных церемоний В этом году Саакашвили вывел в Киеве бронетехнику За порядком в городе следили 3000 полицейских Если нужно, еще больше сойдет Очень важно, чтобы соблюдалась законность Просьбу людей о возможности возложить цветы к Дому профсоюзов И провести траурный митинг Саакашвили обозвал попыткой государственного переворота И Аваков даже разрешил стрелять в толпу А советник министра внутренних дел при этом назвал перепуганного Саакашвили параноиком Я не доктор и не психиатр, но похоже на какую-то болезненную паранойю Это уже какая-то клиника И, видимо, требуется медицинское вмешательство А что делать человеку, который приехал в красивый город на море, а в нем гремят взрывы Обстреливают банки из гранатометов и почти каждый день происходят массовые драки Только просить ввести войска, ведь сам он навести порядок не может Будет порядок в этом городе Ты тварь! Порядок! Уйди отсюда! Так плохо, как сейчас, не было в стране никогда Антикоррупционный форум в Харькове Большинство сидящих в зале прекрасно знает, что Саакашвили обвиняют в растрате наличной и нужды Денег из благотворительного фонда, созданного для реабилитации воинов АТО Что он за огромный откат одобрил приватизацию Одесского аэропорта Перераспределил немало шикарных земельных участков Его подозревают в контрабанде нефти И говорит он с трибуны, как будто о себе Коррупция слишком поэтическое слово для того, что делается Слишком красивое слово коррупция Да обычное банальное воровство, пандитизм Вокруг этого человека создан огромный пропагандистский миф Как, в общем-то, сегодня выясняется во многом Дуте Какого-то невероятного, великого реформатора И вот это слово реформы, это просто некая Просто мания, вот это по-другому не сказать То есть настоящее психическое заболевание на Украине Их хотят, на них надеются Но когда развеялась дымовая завеса от горящих покрышек Утихли вопли на Майдане, стало понятно Проводить реформы некому Почти все, кто так яростно рвался к высшей власти Не хотят или не знают, как разгребать завалы экономики И повышать уровень жизни Порошенко обещал, Иценюк обещал Все они обещают, что сделают все для народа Будет всеобщее благо Кисельные, то есть молочные реки, кисельные берега и так далее Никто это выполнять не собирается Это чисто ритуальные заявления Жизнь становится все хуже на Украине Народ нищает уже за гранью, за чертой бедности Безработица Реальная гражданская война Саакашвили разрубил в Одещане немало коррупционных узлов Чтобы заменить их на новые Большие бизнесы пасут теперь не опальные олигархи А Порошенко и сам Саакашвили Может ли это правительство продолжать оставаться И называться правительством Украины Еще следующие три года, как на это они претендуют Поэтому это правительство Вывод нужно менять Особо ненавистен Саакашвили был Арсений Яценюк Премьера сначала стащили с трибуны Верховной Рады А потом он наконец-то ушел в отставку Радости Саакашвили не было предела Что дальше? Его старый друг Порошенко наверняка догадывается Что одесский губернатор вполне серьезно полагает Что Украиной может управлять любой иностранец И самый эффективный сейчас работает в Одессе Мои амбиции на Украине гораздо больше, чем пост премьер-министра Мои амбиции установить новые правила игры Привести к власти новую политическую элиту Но его команда уже изрядно потрепана Екатерину Сгуладзе поймали при попытке вывести в Париж чемодан с четырьмя миллионами долларов И ей пришлось подать в отставку Парламентарии добились увольнения и начальника Одесской полиции Гии Лорд Кипанидзе Больше не вице-губернатор Маша Гайдар На которую у Саакашвили были большие надежды Он находится в очень жестком кризисе Потому что, ну, как бы мы к нему относились, он не дурак Для всеукраинской политики нужна команда Своей команды у него нет Журналисты откопали, что у Саакашвили в Киеве была шикарная квартира Которую он потом подарил рэкетиру Мишке-грузинчику И обвинили его в организации в Одессе черной кассы Своим людям он раздает конверты с валютой А надбавки эти за счет одесситов Это заговор, кричит губернатор Меня выдавливают за борьбу с мафиозными спрутами Отстреливать из Одессы невозможно Когда они просто душат нас со всех сторон Как тараканы лезут со всех сторон И все испоганится Год ему осталось А то раньше слетит